Ребята, всех приветствую, с вами Рамза и в этом ролике вы увидите мои первые награды за Division Rivals в C25, а если быть точнее награды за 3 дивизион. Очень круто контора сыплет с самого начала игры, в этот раз она также не подвела, в конце этого ролика я покажу вам свой состав на сегодняшний день. Перед рассмотром не забудьте нажать лайк, в комментариях напишите, что вы поймали за награды, также подписывайтесь на мой YouTube, Twitch, Telegram канал и ссылки все будут в описании. Всем приятного просмотра! Ну а релиз Ultimate версии в C25 уже вышел и приобрести вы его сможете у моего партнера, Кантанас Тор, также у него вы сможете купить любые подписки, игры на PS и Xbox. Ну и конечно же монеты купить и продать по выгодному курсу, также обращайтесь к нему, по моему промокоду RAMZAPLAY выжет скидка в 10% на первый заказ, все ссылки будут в описании. 85 плюс, редкий. Тонали по-моему идет, пацаны, цоп. По-любому он. Хорошо, 50 тысяч монет на базу. На базу. Я сначала огорчился, что это не волкаут, но потом причесочку эту увидел. Третий дивизион у нас. Еще надо вариант выбрать. А нет, без вариантов. Ну что, погнали, ребят. Босс 4 плюс, 2 пика, 1 из 4. Какой-то дубль есть, да? Ну такой себе пик на самом деле. Просто рейтинг берем. Абердорф. Бля, не шуточный у него, кстати, защита и физика. Защиты и физика, бля, у цзшников такой нету. У всяких рудигеров, не рудигеров. А у Абердорф есть. Во, открылся. Да Йонг, сака, ебать. Он так быстро открывается, я даже не успел среагировать. Вот, кстати, под Йонга можно взять девчонку из Барселоны, цепочницу. И это уже линк получается. Ну да, давайте, да Йонга берем. Берем, да Йонга под него. Накидаем там пару игрочков. А это что, это получается продаваемые пики, да? Нифига себе. Три слабая нога, характеристика, защита. Ну да, зачем продаваемую карту? Он, боюсь, подешевеет еще. За 82 давайте поставим. Так, смотрим паки, смотрим паки. 35-75 плюс, непродаваемый, да, набор? Ну давайте с него начнем. Поехали. И волкауты ей сразу же. ЦЗ. Рудигер. Не, он из Лига. А кто там? Это та, что ли? А он еще и волкаут. Ягуаспас внутри пакета. Так, 75 плюс продаваемый. Здесь уже без волкаута. Это Казимира, наверное. У которого пейс-30. 38, прошу прощения. Продаваемый мега-набор. 18 редких. Волкаута нету. Немецкая ЛС-шница. Классная карта. Так, остается у нас редкий мега-набор и информ. Давайте сначала информа 82 плюс. Там есть хорошие информы в команде. Может повезет. Есть волкаут. Кто там Бразилия ЛЗ? Барселона? А, это форвард. Профинья 86. Это успех, пацаны? Прямо сегодня на Барселону завозе, да? 300 тысяч монет почти он стоит. Бля, я думал сотку. Я думал сотку максимум. Он 300 косарей, ребят. А, Венисиус тоже есть, да? В этой команде. Бля. Хорошо, что я не знал об этом. Я бы засканился. 30 редких золотых предметов. Нет волкаута. Англичанин. Бля, это Гриллиш. Блин, мне Гриллиш уже третий или четвертый раз падает. Надоело. Ну и сейчас видите мой состав на текущий момент. Что поменялось? На ЦАПа я взял 87 Мусиало. Офигенная карта. У него есть перк Трюкач, с которым делаются обновленные имбовые ложные замахи. Кто не знал об этом, советую попробовать. Очень крутая вещь. И опять же, карта очень эффективна впереди. Мне заходит. Центр я также обновил. Бруно Фернандеша оставил. Взял Патри из Барселоны, Девчулию. Я заметил, что у многих киберов, которые играют, она есть в составе. У нее есть золотой длинный пас. При этом хороший деф. Отрабатывает в центре на все 100%. До этого играл я Райсом. Честно говоря, не сильно он мне зашел. Такой слишком громоздкий. Часто терял мячи. Ну и на левом фланге, естественно, Информ Рафини, который мне упал за награды. Офигенная карта с хорошими статами. Плюсом по перкам у него есть Рапид и Скороход. То есть убегает он на спринт-бустах шикарно. По первым матчам карта очень нравится. В остальном же по составу никаких больше изменений нет. В ближайшее время я планирую поменять Канате. Карточка, конечно, неплохая. Но против сильных составов как будто уже не вывозит. Такой достаточно неуклюжий, привозной. Поэтому надо более скиллового кого-то брать. Остальные пока смотрятся неплохо. Там уже по ситуации будем какие-то позиции обновлять, если что-то лучшее будет падать. Ну и, конечно же, пару слов про главную звезду моего состава Фернандо Торреса, который выпал в первые дни игры. У него уже 56 матчей, 81 гол, 15 голевых передач. Офигенные финесы он закидывает. Что с ближней, что с дальней дистанции. Есть также у него рапид, есть скороход. То есть он убегает на спринт-бустах. В общем говоря, все, что нужно у этой карты имеется. Поэтому в ближайшее время я не думаю, что кто-то сможет его заменить в этом составе. Так что как-то так. В общем говоря, ребят, кому ролик понравился, поддержите его лайком. Напишите свой комментарий под видео. Не забывайте подписываться на мой YouTube, Twitch, Telegram канал. И ссылки все будут в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.